И что? Бог через него говорит о его сыне. Но кому это послание, дорогая душа? Евреям там написано. Я про послание. А мы кто-то, да? А зачем оно нам? А зачем вы чек-то? А мы же евреи. Понимаете? Секрет, секрет. Сходил Иисус. И говорю, когда его спрашивали, Хананьянка пришла, да? И говорит, иди, помоги моей дочери. Беснуйся. Что ответил Иисус? Кому он послал? Ну, он сказал. Он сказал, я пришел только к погибшим овцам дома Израиля. Точка. И что делать надо? Делать очень просто, как делала Хананьянка. Ее вера поднялась уровня пса, собачеки. До уровня стола, на котором, вот этот прообраз, на котором ели дети. И мы, Бог нас теперь посадил сейчас на стол за этот, поднялся два уровня язычника и посадил вместе с его народом. Скажи имя имя. И мы, евреи, не в плане национальности, а перешедшие, так посвящает это слово, были там в Вавилоне, были там вот этой башни, которую им строили, и разделили сенькальные, ну, вы не понимаете, 38 тысяч динаминации. И мы приходим теперь за реку, за речи не мы, перешли на другую сторону, и мы в одном лагере с народом Божьим. Скажи имя. И вот как это сделать, этот переход, и для чего он нам нужен? Я верю, что сегодня, вчера мы начали, стартовали, и вот сегодня наш дорогой брат, я хочу, чтобы поприветствовали его, Илья Божьего, Илья Божьего Христа. Он нам прожил, и может для кого-то откроет какие-то глаза, чтобы наши глаза открылись. Итак, Сергей, Сергей Журавлев, прошу. Прославить Богу, пожалуйста, пожалуйста, Малей, Отец, Бог и Царь, Благостави нас. Благоставен Ты, Владыка наш, собравший нас вместе, наш Отец, сущий на небесах, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Спасибо, Господь, за все. Благостави нас, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобой мы сможем сделать все. Царь наш, Бог наш, этот семинар, Господь, Израиль и Церковь, Церковь и Израиль Божьим непрост, потому что, Господь, мы касаемся тысячелетней Твоей боли, Твоей мечты, Твоей любви, Твоего страдания, Твоего долготерпения, Твоей верности. Спасибо, Господь. Спасибо, что Ты в такой не очень дружной семье народов нашей планеты создал еще один народ. Господь, как вчера и говорил я, народ для славы Своей, показав всему миру, что Ты не отрекся от человечества, что Ты по-прежнему веришь в человека, что Ты по-прежнему доверяешь нам, по-прежнему ищешь нас. Спасибо, Господь, что нашел Авраама. Спасибо за рождение Санка, за Якова, за Патриарху. Спасибо за чудесное, то, что мы читаем из Библии, Господь, рождение и формирование народа Твоего, Израиля. Спасибо, Господь. Божие, спасибо за то, что два тысячи лет назад, Господь, Твой план спасения, Господь, был очень явно показан всему человечеству. Спасибо за Сына Твоего, Иисуса Христа. Спасибо за кровь, святую Агнца Твоего, которой мы искуплены от суетной жизни, принято нам от отцов. Благодарю Тебя, что на Христе Голгофы тысячелетняя вражда была прибождена распятым. Спасибо, Господь, что ранами Твоими исцелены. Спасибо, что сегодня после двухтысячелетней истории Церкви и Израиля вражды, войны и мира, любви и ненависти, сегодня Ты нас, Господь, Божия, учишь. И сегодня Господь пред Твоим святым возвращением, Божий, мы благодарим Тебя за то, что сегодня день милости Твоей, Господь, спасения Твоего, Господь, и для Израиля, и для Церкви. Спасибо, Господь. Аминь. Слава Иисусу Христосу, слава Господу, пожалуйста, присаживайтесь вас на длине, братья и сестры, слава Богу. И, дорогие мои, вчера было начало этого семинара Израиль и Церковь, Церковь и Израиль. Семинар очень непростой, конечно, тема очень непростая. В библейских школах, в институтах, в колледже. Я эту тему раскрываю так, конечно, пополнее. Там неделю, две, три, бывает даже четыре, посвящают вот такой очень непростой теме, в зависимости от направления школы или института. Но вот в двух, в два вечера, что можно поместить в два вечера? Наверное, самое такое важное, сегодняшняя часть, вторая часть сегодня, она, мы так поделим ее, так условно, на две части, с небольшим таким перерывом, может быть чай попить, у нас сегодня шаббат, сегодня Господний день такой, и сегодня благословение всем нам не только духовно, но вот и чаепитие такое, а гаппы, как мы еще называем? Еще и праздник, еще и праздник, да. А праздник, канун сегодня, праздник, наверное, все знают, да? Пурим, да, библейский, старый, добрый, еврейский праздник Пурим. О нем мы размышляем, и о нем надо тоже сказать пару слов, конечно же, уже вечер, уже начало этого праздника, скоро, и вы знаете, сейчас она сейчас, и праздник Пурим, казалось бы, много воды утекло, казалось бы, уже много времени прошло, но тема актуальнейшая, и не даром одна из книг Библии как раз говорит нам об этом празднике, о дне избавления, дне спасения. Когда мы, значит, молились, и перед тем, как стали кушать, то, значит, я вспомнил слова одного раввина, старого, который говорил, суть всех наших еврейских праздников можно выразить вот следующим образом, нас хотели убить, но мы победили, давайте покушаем. И вот, в общем-то, кто знает, какое такое фирменное блюдо есть на, значит, как раз на Пурим? Уши Амана, да, Уши Амана. Я подозреваю, он был шеком, потому что они треугольные, знаете ли. Вот, и я, в общем-то, значит, скажу так, что, конечно, я не знаю, каким он был внешним видом, но это был тогдашний, ну, будем так говорить, Гитлер, того периода времени. Тот самый нечестивец, который замыслил украсть, убить и погубить. Знаете ли, такой сосуд в руках дьявола, который замыслил за 500 лет, еще до того, как Мессия и Ишуа пришел в этот мир, замыслил уничтожить народ Божий. И его план фактически удался. Слушайте, казалось бы, очень немного осталось ему. Вот уже вот он предвкушал погибель. И даже вот того Мордахая, которого он ненавидел лютой ненавистью, он уже замыслил повесить на самом, на самое высокое древо, будем так говорить. И все было приготовлено. Но он рыл яму, но сам не попал. Его сыновья были повешены также. Евреи смогли с оружием в руках выступить на защиту своей жизни, своей достоинства и истребить противников. Знаете ли, вспоминаю слова Мартина Лютера, очень мудрые такие слова. Еврейскую, в общем-то, мудрость он выразил в таких очень простых словах. Когда ты молишься, он говорил, ты должен молиться так, как будто бы только лишь от Бога все зависит. Полностью, только лишь от Бога все зависит. Но когда ты работаешь, делаешь что-то, делаешь все так, что как будто только лишь от тебя все зависит. И это очень мудро, очень правильно. Есть крайности или в одну, или в другую сторону, но мудрость в том, наше человеческое, чтобы нам быть в таком балансе. И когда мы молимся на самом деле, и когда мы обращаемся к Всевышнему Богу, то мы, конечно же, мастерство молитвы в том, как раз и заключается, может так выразиться, грубо, высший колотаж молитвы, в том, чтобы полностью довериться Ему и выразить Ему свою душу, вывернуть буквально наизнанку, показать Ему все то, что внутри нас и рассказать Ему, что только лишь от Него все зависит. Только лишь Он. Но мастерство жизни и высший колотаж жизни в том, чтобы работать так и делать так все от нас зависящее и возможное, как будто только лишь от нас все зависит вообще. И эта книга Эсфири, она очень хорошо все это показывает, конечно. Знаете ли, если бы евреи только молились и постились, не было бы избавления. Им надо было взять в руки оружие и выступить против врага. они бы не исправились бы с ситуацией, если бы они просто лишь заготовили бы оружие и приготовили бы вооруженный переворот, восстание в государстве, их бы стерли с леса земли. Армия, махина этой системы цивилизации тогдашней, просто бы еврейский народ уничтожил там. Но мудрость в том, что нужно и молиться, и трудиться. и делать работу, которую Бог нам дает, и доверять всеценно всемогущему Отцу нашему Небесному. Знаете ли, вот один гениальный писатель, Николай Васильевич Гоголь, его произведения, многие они как шедевры, но он считал, что главным шедевром его жизни были мертвые души. Интересно очень. Он писал много своим друзьям об этой книге, еще даже до того, как он ее даже опубликовал. Он уже как бы рассказывал о своих переживаниях, свою идею высказывал этой книге. Потом, когда уже написал эту книгу, он писал своим друзьям, что эта книга неправильно понята очень часто людьми. А запасил художника был в следующем. Показать людям, показать человечеству, человеческую душу без Христа, без Бога, показать все пороки основные человечества и до какой низости человек может доходить, если он не позаботился иметь Бога в разуме. И это, конечно, знаете ли, книга удалась в этом отношении. Показывать свойства человеческой души без Бога или вне Бога, вне веры настоящей. И вот одна из таких личностей впечатляющих, да, это образ Манилова. Маниловщина такая, она мечтательность. Это очень характерно тоже для современного христианства, к сожалению. Мечтательность. Когда человек, он мечтает о многом, но вера есть не просто мечтательность. Вера есть осуществление этой мечты. Вера есть труд над осуществлением этой мечты. И мы кузнецы своего счастья. И мы работники, которые сами делают большую огромную работу. И знаете, друзья, удивительно, конечно, вот я вспоминаю другого мечтателя, вот в этом году был даже юбилей его памяти. Мартин Лютер вспоминал уже я сегодня, а еще Мартин Лютер Кинг был такой американский реформатор. баптистский пастор, пастор баптистской церкви, который тоже любил мечтать, но он не был манимным. Знаете, у него даже есть пробуя такая, которая людям запомнилась на все века, наверное, запомнилась, как у меня есть мечта. Там, в городе Вашингтоне, после вот этих огромных таких событий и многотысячное шествие было, люди собрались, миллионные собрания под открытым небом, люди ждали слова от этого пастора, и пастор сказал слово очень интересное, Мартин Киркин сказал это слово, это проповедь, он не дал ей название, но люди сами название придумали, потому что во время этой проповеди он десятки раз говорил одну и тоже фразу, у меня есть мечта, у меня есть мечта. И знаете, он выразил свою суть, он был мечтательный человек очень, мечтающий о новом, мечтающий о другом обществе, мечтающий о новой Америке, мечтающий о христианском преобразовании общества, он очень много мечтал, но он не был манилом, знаете ли, он был делателем, он был делателем, и делал все так, как и немецкий реформатор Мартин Людер, что как будто только лишь от него все зависит, как будто бы он только лишь и от него все зависит. И знаете, господа, конечно, сейчас время очень такое тревожное, неспокойное, порой страшное, и на земле сегодня тьмы не меньше, нежели во времена Мартина Людеркинга или Мартина Людера немецкого реформатора, или Мардахай из Фири, враг также пытается украсть и бить, убить и погубить, и этот мир также возле лежит, но знаете, друзья, среди вот этого мрака, среди этой тьмы и злобы этого мира Бог зажигает свой свет, Бог зажигает свой огонь, и это есть верующие люди. И этот мир, он еще не во тьме, почему? Потому что есть верующие, потому что есть трудящиеся во славу Его. И Израиль и Церковь, вчера я говорил немного о чудесном рождении Израиля, конечно, чудесным было рождение и Церкви, не менее чудесным было рождение Церкви, Нового Завета, Церкви Господа Иисуса Христа. Потрясающие истории мы можем прочесть из Библии и Ветхого, и Нового Завета, как мы говорим их, называем их. Это одно писание, которое открывает нам удивительную картину спасения. И, к сожалению, тоже, чего греха таить, самые близкие, самые родные, Израиль и Церковь, Церковь и Израиль, больнее всего ранят друг друга. И, чаще всего, вот, история Израиля и Церкви, вот, за два тысячелетия последних, да, как раз, она была наполнена большими и малыми трагедиями. Вот, другой писатель, великий, об этом очень хорошо писал, это Николай Весковь. Он очень больно переживал эту трагедию Израиля и Церкви, вот этих конфликтов, этих настроений. И, знаете ли, этой ненависти, этой взаимной вражды, порой без причины, очень вражды. И, знаете ли, Николай Весковь, он очень мудро об этом говорил в своих произведениях, тоже, можно кое-что вспомнить. Не всю цензуру царского пропускала из его сочинений, потому что некоторые вещи были, как казалось, цензором за царским, очень радикальные были вещи. Кстати, вот Николай Весковь обычно вспоминаю по его вот очень такому яркому высказыванию о христианстве на Руси. Вот тысячу, чуть больше тысячи лет тому назад Русь, Киевская Русь начала свое крещение, крещение Киевской Руси произошло. И размышляя над темой крещения, Николай Весковь написал так, что Русь была как крещена, но не просвещена. Крещена, но не просвещена. И он же написал, Николай Весковь написал такие слова о крестителе, о князе Владимире, написал. Он, говорит, принял христианство, но не принял Христа. Вот он, как бы, самую главную трагедию такую подчеркнул. Христианство без Христа в центре внимания. Или вообще без Христа, вне Христа. И знаете, друзья, очень часто как бы причиной, я говорю сейчас больше о церковных проблемах таких, о проблеме церкви. Я считаю, что о проблеме Израиля должны будут говорить сами рабины, должны будут говорить иудеи, должны будут говорить очень, и их слово еще прозвучит, я убежден. Но, и у нас должно быть примирение, обязательно Господь грядет, и будет великое примирение, и будет великое спасение Израиля и Церкви. Потому как один Господь, одна вера, одно хрещение. Интересно, говоря о Церкви, вот вчера я рассказывал кое-что, да, о Папе Римском Викторе, о тех первых таких, знаете ли, попытках разорвать Израиль и Церковь, оторвать их друг от друга. Это было лишь начало трагедии. Я говорил о Константине и Елене, императорах, которые, знаете ли, они вот стали вот этими роковыми фигурами в истории христианства, которые сделали очень серьезный надрыв, разрыв Израиля и Церкви. Знаете ли, в разводе, вот если развод совершается, да, муж и жена расходятся, но обе стороны страдают. Такого не бывает, чтобы развод и одна половина счастлива, другая несчастна. При разводе обе стороны страдают. Да, спасибо. Спасибо. И то, что Израиль и Церковь, может, так возошлись в путях своих, от этого пострадал и Израиль, и Церковь. И не поймешь, кто больше пострадал даже. Знаете ли, но, что касается Церкви, я считаю, что мы пострадали, как христианство, пострадало очень серьезно по всем ротам. Даже Библия стала читаться по-другому, совсем по-другому, другими глазами, как бы. Библия, оторванная от еврейской традиции, оторванная от, ну, от еврейства, от Израиля, она, ну, совсем по-другому звучала и звучит. Согласитесь, когда начинаешь, когда каждый христианин, я не знаю, кто, как, но я лично за себя скажу, когда я начал изучать культуру, историю Израиля, когда стал интересоваться библейским языком, ивритом, когда стал интересоваться этими термиями, я не знаю, иврит так хорошо, но термины, хотя бы эти, богословские, стал узнавать, я ахнул, какая глубина открылась. Вы знаете, удивительно, на самом деле, христианство, я убежден, теперь уже на своем опыте, должно вернуться к этому основанию, от которого мы оторвались. Ну, нас оторвали, мы оторвались, потому что сейчас вопрос такой, что кто виноват, что делать, но дело-то ясно, что вернуться к нашему общему основанию. И Господь, я говорю, очень сильно благословит церковь. Вчера я говорил, даже немного о теории замещения. И вот флаг Израиля сзади меня, это не просто, как бы, иллюстрация, это напоминание всем, что с теорией замещения покончено, что камень, лежащий в основании, фундамент сам, теория замещения, он, по сути, разрушен. 14 мая это произошло, 1948 года, когда Бангарион провозносил, зачитал исторический документ об образовании, возрождении государства Израиля. Это, по сути, ударило в самое основание теории замещения, потому что теория замещения как таковая, и антисемитизм, все здание антисемитизма христианского, оно строилось на этом камне, на этом фундаментальном утверждении, которое говорило еще в четвертом столетии Иоанн Сафауст и прочие говорили, что Бог навсегда прогневался на свой еврейский народ, Бог навсегда отверг Израиля, и никогда больше евреи не соберутся в свое государство, никогда больше Израиль не будет возрожден как государство, и утверждал, что это есть знамением как раз именно вечного гнева Бога на свой прежний народ Израиля. И во времена Златоустого Иоанна, во времена последующих этих богословов, это все казалось истинным, потому как на самом деле Израиль не возрождался, и часто евреи сами, к сожалению, опускали руки, но мечта, надежда, точнее, надежда Хатиква, это стало гимном государства Израиля, эта надежда, она согревала душу, эта надежда, знаете, как в костре потухшем таял уголек, то есть, это, казалось бы, уже костер потух, но вот, знаете ли, вот чуть-чуть где-то еще теплилась вот эта надежда, что у нас будет своя страна, что однажды мы вернемся и поселимся на той земле, на которой Бог обещал Аврааму, Исааку, Израилю, что однажды эта сказка, она станет былью, и многие поколения евреев, говоря на Пасхальном сцедере, что на следующий год в Иерусалиме кто-то плакал, кто-то свежет предание, доверится с трудом, иные разочаровывались, но многие надеялись, вот этот слабый огонек надежды он сохранялся, и знаете ли, когда после уже Второй мировой когда это чудо совершилось, геополитическое чудо Бога, то, конечно, это было ударом по всему основанию теории замещения и всего христианского антисвятизма. Антисвятизмом, знаете ли, кстати, вот давайте такой тест, я пастору сказал о таком тесте простом, который я так спонтанно одно время начал проводить и в школах библейских и в церквях. Давайте мы сейчас все вместе, вот каждый, не поленись, скажи, простое слово еврей, скажи. Еврей. Скажи, давайте скажем вместе Израиль. Израиль. Давайте скажем евреи. Еврей. Еще раз, еврей. Еврей. И вот интересно, здесь очень, как бы мы сказали все вместе, но вот подумай, загляни сейчас в себя, как бы вот в свое сердце и подумай, вот что, ну, какая реакция внутри, какие, знаете ли, переживания сейчас, ну, проще говоря, что всплывает сейчас. Ну, у кого-то сливки, у кого-то может какая-то накипь, накипь надо удалять, снимать. Знаете ли, скажу так, если говоря эти слова, ты почувствуешь, не в обиду просто, но скажу так, что если говоря эти слова, ты чувствуешь какую-то горечь, какое-то осуждение, то держи уху востро. По всей вероятности есть эта проблема сейчас, знаете ли, как вот этих, ну, ГБС на кровати подлежал, там, если она идет, если есть проблемы, там, как она? Выявляет. Выявляет, вот, выявляет. И вот, значит, и здесь тоже нечто подобное. Вот, этим можно выявить некоторые духовные недуги наши, христианские. И вот, если накипь какая-то, что-то накипело, удали, да, просто покаясь и попроси у Бога прощения, скажи, господи, прости меня. Я не хочу, чтобы, поздателю, в моем сердце была какая-то ненависть, осуждение, тем более, к народу Израиля. Это неправильно. Мы должны благооставлять. Интересно, вот я прочитаю здесь слова такие из одной работы Дерека Принца. Он писал так. Библия увещевает нас просить благо Израилю нашими молитвами. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Это из 121-х сломан. Чтобы молиться эффективно, таким образом нам нужно выяснить из Писания цели Бога в отношении Израиля и Иерусалима. И затем настроить сами себя на разумную и последовательную молитву о достижении этих целей. По мере того, как мы будем изучать Писание, мы обнаружим, что обычно праведности и покоя предназначены исходить из Иерусалима ко всем народам Земли. И таким образом благополучие всех народов входят в эту молитву об Иерусалиме и зависят от ее выполнения. Вообще, знаете, это потрясающе, когда, допустим, вот ехал я как-то поездом в новый вагон и там вот в коридоре эти окна, запасной выход, и я как-то не обращал внимания, но там в центре такая красная такая точка и молоточек вот привешен и написано, что бить надо сюда в случае чего. ну, конечно, я не пробовал, потому что только в экстремальных ситуациях надо видеть. Но я понимаю, что если ударишь туда, то все это рассыпется. Вот есть такие точки, как на теле человечества, есть такие точки определенные, от которых очень много еще зависит, да? И вот, знаете, я так понимаю, что вот на карте нашей планеты, хотя Израиль его даже почти не разглядеть, очень маленькая точка, по сравнению с другими государствами, допустим, с Россией той же самой, да? С Китаем, там, какие-то огромные государства, они сразу, есть далека бедные, их узнаешь моментально. А Израиль нужно еще приглядываться, чтобы разглядеть, где это место на карте планеты. Но, стратегически, оказывается, вот эта маленькая точечка на карте планеты, она такая важная, что если можно, нет, и даже нужно, конечно, молиться за все страны и народы, это хорошо, благочестиво, конечно, Богу это угодно, за всех человек молиться, написано вообще. Но если мы бьем по этой точке, оказывается, все высыпается. И я с Дереком совершенно согласен здесь, абсолютно. Много раз это и проверено в моей жизни, и это и в судьбах, там, не только Дерека Принца, там, других, там, учителей, отцов и нынешнего века, и прошлого. Знаете, удивительно, Чарльз Петч нам об этом говорил тоже, кстати, в 19-м еще столетии. И это действительно так. То есть, она, это, божья картография такие, она и есть определенная. То есть, как бы, нужно только ее библейский осмыслить, понять. Как допустим, ну, божья картография очень сильно отличается от человеческих. Очень сильно отличается. Знаете ли, гора Сион, в небесной, в божьей картографии, это, это махина. Вот человеческие, да вы что? Ну, разве это гора? Вот, кавказские горы, я понимаю. вот, да, вот это горы, там и снега, значит, там и такие перевалы, и вообще, вот это махина. А какая-нибудь там Джамалунгба, знаете ли, там вообще подпирает сам небосвод такой щит, да, я не был, правда, значит, но Эверест, то бишь, другое название Джамалунгба. Значит, а, значит, как? Там же где-то. Это наш. Он же. Он же, он же, он же. Значит, и получается, что вот это, понимаете ли, по-человечески, допустим, если бы я избирался, вот если бы, ну, я был бы Богом, допустим, да, значит, я бы избрал на этой планете самую высокую точку, чтобы точно, там бы и Олимп отдыхает с его олимпийскими обитателями, там и все остальные горы, они так уже по плечу, а вот, вот эта Эвереста, она вот махина, вот там пусть будет мое обиталище, там святилище такое, значит, и там, что храм был, значит, и все. Если бы я был Богом, но, слава Богу, я не Бог. Знаете ли, а то бы не дай Бог. А может, она вопроса, да, да. Обкаривалась вот эта гора, которая идет в детстве монахи там. Что-что? Гора обкаривалась вот эта, где теперь в детстве монахи, тоже такая она. Ну, может быть, я не знаю, не бывало. Не бывало, не бывало. Ну, вообще, я сейчас не о том, не о высоте гор, хотя, то есть, по-человечески, я бы избрал самую высокую гору, как, допустим, Сауда, да, он самый высокий, как бы не все, ну, наверное, и быть монцарем точно. Но, Бог смотрит по-другому. Бог смотрит не на вот это внешнее величие, да, а на что-то другое. И в его небесной картографии, божественной, вот гора Сион, она маленькая совсем, холм по-нашему, да, но она самая величина на нашей планете. И Иерусалим, знаете ли, есть города, которые гораздо более важными сейчас являются, по-человечески. Допустим, Нью-Йор, тот же самый, да, вот, ну, там бываю я. И, значит, ощущение, что там как будто перекресток всей Вселенной. Там можно найти вообще встретить любого человека, с любого народа. Вот сейчас на земле там тысячи четыре, наверное, где-то на всяких народах, племен, языков. В Нью-Йорке всех можно встретить, абсолютно всех. И черных, и белых, и желтых, и красных, всяких, и всяких, и всяких. Вот, и, и знаете ли, вот ощущение, что на самом деле это, я думаю, Москва, там огромный город, значит, там Киев, значит, там Петербург, значит, Берлин тоже меня впечатлил, но, когда увидел Нью-Йорк, я понял, что это все провинции остальное. Вот, вот, вот эта величина, вот эта махина. Здесь вся Вселенная, весь мир абсолютно пересекается. Есть другие города, говорят сейчас, еще более поднимающиеся, в Юго-Восточную Азию, допустим, да, значит, еще более впечатляющие человеческие украшения. Но в глазах Бога, в Его небесной картографии, Иерусалим по-прежнему занимает центральное место. Никакой другой город, даже самый огромный, самый богатый, самый сильный, нет, Иерусалим. По-прежнему просите мира Иерусалиму, не Нью-Йорку, не Москве, не кому-то еще, Иерусалиму. И это удивительно. И дальше, так вот говорит, дорогой, очень мудро, дерзая, извиняюсь, дерзкая библейская модель такого типа молитвы дана Даниилом, который молился две раза в день у открытого направления на Иерусалим окна. Молитвы Даниила так обеспокоили сатану и потрясли его царство, что он использовал зависть злых людей, чтобы провести изменения в законе всей этой, ну, Персидской империи, которая бы объявила молитву Даниила незаконным. С другой стороны, молитва за Иерусалим значила так много для Даниила, что он предпочел быть брошенным в ров с альвами, представьте, да, нежели прекратить свои молитвы. В конце концов, вера Даниила и его отвага преодолели сопротивление сатаны, и он с триумфом вышел из рва продолжать молиться за Иерусалим. Да, значит, исходя из моего собственного опыта, пишет Дарья Гальшер, простирающегося на многие годы, я хотел бы добавить личный комментарий по этому поводу. Я обнаружил, что взяв на себя обязательство молиться за Иерусалим и за Израиль, вы обязательно вызовете особенное сопротивление саданинских сил. С другой стороны, я также открыл, что Божье обещание, данное тем, кто молится таким образом, будет исполняться, благоденствуют, любящие тебя. Это библейская тропинка к благословению не только финансово-материальных соотношениях, но и пребывания в постоянной уверенности в Божьей милости, проведении и защите, пишет Дарья Крис. Удивительно, это правда. Мы, когда молимся за Иерусалим и Израиль, мы, получается, выходим на передовую. Мы выходим из тылов и выходим действительно на самый фронт, где пули свистят и где так, знаете ли, опасно. Но с другой стороны, Божья особая милость и благословение, Божья особая защита. И, вы знаете, друзья, многие священники, вот мои вчерашние коллеги, допустим, друзья, традиционные православные священники, какими и я был ранее, говорят, ну зачем касаться этой темы. Вообще, по поводу антисемитизма есть только много разных мнений. Ну, допустим, мнение такое, что, ну, уже ведь, как бы, сейчас, не средние века какие-нибудь, допустим, даже не времена царского самодержавия, сейчас это не такая уж и острая проблема в церкви. Ну, как бы, тем более, что среди иерархов той же православной церкви много евреев, и сегодня уже, так говорить, ну, неактуальным является антисемитизм, так по мнению многих священников. И зачем же об этом говорить? Вы знаете ли, когда уже погром, когда убийство, когда холокост, тогда уже поздно говорить об этой проблеме. надо говорить тогда, когда мирно. Я убежден, что, знаете ли, разминировать мины надо сейчас. Не ждать, пока они рванут. Не ждать, пока они взорвутся. Знаете, вот, мы в Киев, когда приехали, Украина стала моей второй родиной. Моя первая родина Россия, где я родился и вырос, и начал служение Богу, и, ну, мои первые шаги были. А Украина стала моей второй родиной, где уже как реформатор я состоялась, как священнослужитель именно реформаторской православной церкви. Хотя сейчас, опять-таки, большую часть времени дружусь в России. Так вот, знаете, друзья, интересно, вот даже, сейчас пример. Про Украину, про Россию. Кстати, мы сейчас молимся тоже, вот сейчас я просто мысли перебил меня. Я разминировал. Ну, да, 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 сейчас просто мысли перебил и сейчас, знаете, в эти дни как раз и сегодня, и еще у нас завтрашний день отведем в нашей церкви, как именно молитва за то, чтобы не было войны. И, знаете, так не хочется, чтобы кровь все не проливалась, слезы. Помолимся, коротко. Потому что наши братья просили об этом тоже молиться, и мы присоединяемся. Я думаю, что здесь нет миритаристов, думаю, мы все за мир. Господь, пошли мир, на нашу землю, Боже, прошу Тебя, умоляю. Отец, мы просим Тебя, Господь, Боже, действительно, обеди Господь, Боже, и для Иерусалима, и для Израиля, Господь, Боже, просим Тебя, Боже, пусть у наших страны будет Твоя мир и будет война, Господь. Брата убийства Пусть Господь Божий один в Украине, в России Господь в других странах, Божьего бывшего союза Господь будет во мир Спасение грешников Господь Покаяние, исцеление, освобождение Господь Во имя Иисуса Христа Благослови Господь наши народы И благослови Господь Божьим политикам Божьим, да и мудрости Господь Не доводи дело до кровопролития Господь А решать все мирным путем Господь За переговорами Господь Божий Во имя Иисуса Христа Божьим Пусть Господь всякие планы Сатаны, как этого Обмана, который ты спутал И на его же голову обратил Пусть Господь так же, вся злоба дьявола На его же голову обратится И пусть эта ситуация сейчас Военные слухи всякие О войнах, пусть они, Господь Эта ситуация будет во благо людям Господь Божьим и во время царств Тьмы на погибель Во имя Иисуса Христа, аминь Аминь, аминь, слава Богу Спасибо тоже, что присоединились к молитвам И в Пурим я верю Не только, конечно, в Пурим Но в Пурим особенно как-то верится в чудеса Знаете ли, особенно мы ожидаем чуда И пусть будет Пуримное чудо и в наших странах Аминь Господа, и вот по поводу вот этих разминирований Знаете, вот такое было Когда мы в Киев переехали И сняли там квартиру Мы в одном месте снимали Потом переехали, так получилось В другое совершенно место Значит, другой район Киева И буквально вот прошло совсем ничего Там несколько недель Значит, мы на новой квартире уже И вечерние новости киевские смотрю И ужасаюсь Показывают ту самую улицу Малышка, возле станции Черниговской Где мы жили тот первый раз Показывают эту улицу, где мы гуляли Ага, вот это, да К чему бы это И комментатор рассказывает Что оказывается Там, значит, есть По-русски детский мир Детский мир И там, значит, проводили Как бы Расширяли что-то там Что-то достраивали Что-то перестраивали И эскаватор Он, значит, ковшом Землю доставал Рыл какой-то котлован И, значит, и что произошло Представьте себе Эскаваторщик вовремя сообразил Он увидел там, ну, бомбу Больших размеров бомбу Ну и, слава Богу Он, значит, вовремя остановился Дальше не дернул ковшом Значит, тут же сообщили, куда надо Приехали саперы Все окружили Стали просматривать эту бомбу И ахнули Оказалось, это не просто одна бомба Там целый склад бомб Бомб и снарядов Со времен еще войны И это На многолюдной улице Рядом многоэтажки Спальный район Там Рядом детский мир Это место, кстати, где Они как раз там разрывали все Там фонтанчики были такие раньше Вот там мы все время Скоряцкой гуляли У нас тут Мы пока жили Там, у нас там Таня родилась Ну, у нас три мальчика Три девочки Вот Наших двое детей Родились в Киеве Киевляне у нас Значит, и Таня у нас родилась там И мы с коляской там гуляли Часто Даже у нас сохранилось там Любительское видео Как раз Когда еще там было До вырытья всего этого Когда снимали Как мы с коляской там гуляем Вот И представьте себе И комментатор говорит Брали интервью Саферов, офицеров Не вынуждены были Выселить дома Близлежащие Эвакуировать Потому что Склад настолько большой Эти бомбы Что если бы это все Рвануло Было бы не просто Повреждение там Детского мира Или окружающего Это дома бы рухнули Близлежащие Многоэтажки Вот это да Огромный склад Нежные машины Там показали Полностью груженных И аккуратненько Аккуратненько Выезжали туда За город И потом показали Фрагменты Взрывали там За городом уже Эти бомбы И представьте А еще Сапер сказал такую вещь Что эти еще чудо Говорит Что они Не взорвались Вообще сами по себе Тем более От того что Эскаватор Ковшом зацепил Говорит Находились в таком состоянии Что они могли бы Сами рвануть уже Представьте Я думаю так Вот это да Милость Божия Что не рвануло Что никто не погиб Что все так хорошо Закончилось Вот Но ведь Каково Мирное время Да вот Казалось бы Мы просто гуляем Там И там много людей С колясками гуляли Мама Папа Значит Место такое Ну хорошее Солнечное место Хорошее Думаю Надо же В любой момент Мы не знали даже ничего Мы там отдыхали Просто Наслаждались Оказывается В любой момент Могло взорваться Все это Так вот И проблема антисемитизма Знаете Даже если сейчас Все хорошо Казалось бы Есть такие Мины Которые нужно Сейчас В мирное время Обезвлеживать Чтобы потом Они не рванули И Проблема антисемитизма Очень остра Расскажу Я не буду Даже сейчас Пока в средних Века говорить О нашем времени В наши дни В традиционном Православии А я Выходец Именно с традиционного Православия Российского Я был Священнослужителем Традиционной Русской Православной Церкви Московского Я в общем-то Другой церкви Не знал В те годы 26 лет тому назад Чуть больше Я начался Мой трудовой Старший В русской Православной Церкви В начале Самом 88-го года Я начал Своё служение Тогда Руководил хором Был чтецом Руководил хором Очень любил Петь В храме И мне очень нравилось Это храмовое Само служение Все Очень по чину Потом Нес Небольшое Диаконское служение И Вот в конце 91-го года Уже стал священником Это было Как чтец Я поработал В храмах Орловской И Московской Властей А уже как Священник В Рязани И в Рязанской области А потом немного Еще в Брянской Послужил То есть это все Центральная Европейская Россия И вот За годы Моего служения Я Неоднократно Задумывался Над тем Что же Я делаю Как священник Что я читаю У меня Сохранялась Привычка Думать Над тем Что я читаю Знаете Я не просто На автопилоте Прочитать Что-то Пропеть Думать Над этим И вот Иногда это Как бы Богом выходило Потому что я Думаю Не дай Боже Мы читаем Такие тексты Священники Проклинают Евреев И в книгах Богослужебных Обвиняются Евреи Во всех Мыслимых Немыслимых Злодеяниях И в Бога убийстве В том числе Убили Христа Нашего Там распяли Послушайте Говорю Ну я Со многими Священниками Общался Говорю Послушайте Если вы Хотите Увидеть Одного Из убийц Иисуса Христа Распинать Просто посмотрите В зеркало Далеко ходить Не надо Вообще И не надо На зеркало Пинять Знаете ли Это наши грехи Были на нем На Христе Но Если кто-то Там артащится И не согласен Говорит Хорошо Посмотрите на меня Тогда Я знаю точно Что мои грехи Были на нем На Христе И я Один из Распинателей Иисуса Христа Потому что Мои беззаконные Проклятия Были на нем Он взял на себя Мои немущие Болезни И только лишь Его ранами Я исцелен То есть я знаю Что заслуга Моего спасения Только лишь Иисус Христос Поэтому Далеко не надо Даже ходить Чтобы искать Убийца Иисуса Христа Не надо Выискивать Создатели По большому счету Грехи всех нас Были на нем И господа Конечно Печально Что Еще Александр Мень Православный Священник И еврей И христианин Он писал о том Что В каждой книге Богослужебной Есть тексты Антисемитские Это печально Конечно В Украине Ситуация Она чуть выровнялась Так 50 на 50 Там примерно Половина всех Приходов Православных В Украине Они украиноязычные И когда Делался перевод В начале 90-х На украинский язык То Значит Все вот эти тексты Антисемитские Были Не переведены Просто-напросто Либо были Переделаны Либо вообще Изъяты Тысячи текстов Были изъяты Или же Переведены Совсем по-другому То есть Как бы смысл Чтобы был Не обвинять Кого-то вообще А призывать К покаянию Вот То есть Был Чтобы христианский Смысл И я лично Разговаривал В 97-м Уже В 97-м Году С Любомиром Гузером Помощником Кардинала Тогда В те годы Грехно-католической Церкви Украины И я разговаривал С ним лично Две недели Был у него гостя Во Львове В 97-м Приехал в Украину И Я имел Возможность Пожилого человека Уважаемого Очень человека В религиозных Кругах Украинских Лично Расспрашивать О многом Конечно Я его Замучил Честно говоря Наверное Вопросами Но он Очень Отдать должное Очень терпеливый человек И очень такой Мудрый Слава Богу И Вы знаете Касательно Израиля Касательно Еврейской Тематики Я удивился Знаете Его ответом Я ему говорю Вот Одно из моих Несогласий Почему я Он меня Тоже Кое о чем Расспрашивал Меньше чем я Тоже Расспрашивал Один из первых Его вопросов Был Очень Интересный Почему я Решил Выйти из Русской Православной Церкви Что Побудило Меня Я Объяснился Что я Ушел Добровольно Меня никто Не выгонял Никуда Я сам Вышел Решение Такое Сознательно Знаете Созрел К этому Решению И Слава Богу Меня Моя жена Поддержала В этом Решении Потому что Я не знаю Решился Я был Вот так Сразу На это Все Или нет Слава Богу За мою Супругу И Я рассказал И он спросил Почему На каком основании И вот Я ему Все описание Как раз Библии И говорю Вот как раз На основании Если одним словом Причину Назвать Моего выхода В 96 Году Из РПЦ Библия Если Один слов Это Старое И новое Это все Библия Можно сказать Слово Божье И у Иоанна 8.32 Написано И познайте Истину И говорит Познайте Истину И истина Сделает вас Свободными Истина Божьего Слова Сделала Такую работу Что я Тогда настоятель Небольшого Храма Хорошего Храма Я Не смог Через Несколько Месяцев После Возвращения К Слову Божьему Библии Я не смог Продолжать Своё Прежнее Служение Допустим Я Моя уже вера Не позволяла Я разумерился Во многом Из своей Прежней веры Я Обрёл Новую Какую-то веру Уже На основании Того Что написано На основании Для того Что Бог Бог Говорит А Не люди Говорят Я Допустим Отказался От Педаптизма Тогда Полностью То есть Ну это Крещение Младенцев Проще говоря Педаптизм То есть Я был Педаптистом Как и Тысячи Моих Коллег И Кстати Помогли мне Паптисты Минские Белорусские Паптисты Они Я об этом Даже не знаю До сих пор Наверное Они У нас Там На приходе У меня было Несколько сёв В моём Приходе И вот В моих сёвах Они раздавали Свои трактаты Приезжали Миссионеры Белорусские И И там Были такие Трактаты Ну я Всё это В печку Бросла Особо Так Ну не стал Бабушки Мне приносили Батюшка Вот нам Какая-то Секция Приехала Баптисты Секция Мне так смешно Было Они всегда Они говорят Секция Секция Баптисты Вот Да Значит Так что Записываемся В секцию И вот И говорят Раздали Всякие Брошюрки Вот такие Книжечки Бесплатно Просто Ходят Облоги Рассказывают Раздают Эти книжечки Я говорю Ну давайте Мне всё это Приносите В печку Будет Ни чем растапливаться Значит Я Всю эту секцию Туда в печку Знаете ли Подрывную Всю литературу Значит Но перед тем Как бросать печку Я кое-что Не надо Знаете Как раз Пролист Печку Один трактат Меня заинтересовал Там Везде написано было Иван Весел Христиане Баптисты Значит Там Город Минск Всё прочее Белоруссия Ну ладно Они Как бы Трактат Называется Что Библия Говорит О крещении Младенцев Думаю О Неужели За обувь взяли С товарищей Ну Мне даже Интересно стало Может Они Как бы Исследуют Думаю Наконец Так Они увидели Там Крестилась Такая И весь дом И такой И весь дом Наверняка Ну Наконец Рак Наверное Свистнул Значит И вот Открываю Трактат Чистый лист Ну Может Мало ли Опечаточка Я был В те годы Ещё Эдинатором газеты Бывало Такое Что В тираже Были пустые Такие Браки Закрываю Написано Да Библия Ничего Не говорит О крещении Младенцев А говорит О сознательно Верующих Людях Крестящихся Во имя Иисуса Христа И даже Что мы все грешники Нужны покаяться Там молитвы Покаяния И призыв Принять крещение По вере В Иисуса Христа Кипел Мой разум Возмущённый Самое интересное Перестал Много трактатов Вот не помню Их И всё А этот запомнил На всю жизнь Порой молчание Говорит громче Чем многие слова Чисто лист Порой громче Многих книг Толстых Говорит Вот это да Вот так Господа А потом Буквально Кстати прошло Немного времени После того И вот А ведь Знаете я стал задумываться А ведь на самом деле На основании Писания Ну Грех ведь мы берём На душу Если мы пытаемся Библию увидеть То чего там нет Большой мы грех делаем И пытаемся Не видеть В упор Того Что там полно Вообще О чём много Говорится Это как Кто по панду Помните Когда он делил Тряпки всякие Бинокль Это тебе Это опять тебе Слушай Что это такое Влюблённое Переворачивается Через бинокль Так или сяк Вот как повернуть А тебе Что дышло Вот так мы можем Законом Божьим Обходиться Вот так можем С Библией обходиться Но вопрос То в том Что смотреть Нужно совсем по другому Есть очень хорошее Слово такое славянское Целомудрие Цельное мудрование Правильный взгляд На мир На себя На всё происходящее Правильный Целостный взгляд На всё Удивительно конечно И Пусть Бог нам поможет Быть целомудренными Действительно Правильно Воспринимающими Объективную реальность Сами себя Видящих А как максимально правильно Глазами Бога Глазами Библии Тогда Будешь Целомудрен Без Библии Ты не будешь Небазать целомудрен Ты неправильно Увидишь и себя И Бога Вообразишь Не пойми ничего И о Боге И о себе Вообразишь Что я невеста И об окружающем мире По нам думаешь Такого что Хоть в петлю Вот Но когда ты смотришь Через Библию Ты видишь Как мадам Дэсталь Помните Она пыталась Без Библии Этот мир Очень умная Без Библии Без Библии Партизм Это одна из Была Таких вещей Что открылась Мне вот Как бы Сразу Но еще Больше Меня впечатлило Знаете что Проблема Многобожия Ну я не буду Подробно об этом Рассказывать Это в лекциях По их историю Христианства Я рассказываю Даже откуда Это все появилось Там и Как это все Развивалось В теле Христа Как эти Антихристианские Явления Уродливые Пришли В жизнь Христианства Многобожия Это Неправильная Вера В якобы Многих посредниках Бога Вот вчера После собрания Как раз тоже Вопрос Позвучал Насчет В общениях Многобожия Это по сути В христианстве Сегодня Это вера В разных посредников Ходатаев Якобы Богу Но Библия говорит Павел пишет Первое Тимофею 2.5 Ибо Един Бог И един посредник Между Богом И человеком И человек Христос Иисус Предавший себя Для искупления всех Некоторые умники Начинают говорить мне Даже в рясах С крестами на груди К сожалению Но это Павел Написал Это Павлово Мнение Я говорю Слушайте Я не согласен Во-первых Это Божий Дух Вдохновил Павла А во-вторых Если Павел Вам не указ А Иисус указ А что Иисус говорит Иоанна 14.6 Я есть путь Истина И жизнь И дальше он подчеркивает Что никто не приходит к Отцу Как только лишь через меня И он не сказал Что это лишь для Господ протестантов Нет Он не сказал Что а вот А для православных Так же Еще через мою маму Дай Бог Мама здоровья Через мои друзья Хостолов Через там Разных святых Значит там И И жизнь Это актуально Как для протестантов Так и для православных Так и для католиков Любых Любых людей Вообще любых людей Удивительно Истина Божья Она освобождает И Вот меня тоже Освободило от многих вещей И еще от чего Кое от чего Знаете ли Среди прочего В 96 Я об этом Как раз Любомиру Гузу Рассказывал тоже Произошла моя Трансформация Мышления Знаете ли Отношение к Израилю Я не могу сказать Что я был таким Жутким антисемитом Но все равно Нахватался Вот этого всякого Ветра учения Потому что Хотя все равно Честно говоря Перед Пасхой Когда допустим Бог Рано Спасителя Совершал я Как и тысячи моих коллег Плащаницу Там вынос Там все их тени И там такие Ну знаете Один из таких самых Таких Слезливых Таких обрядов Православной церкви Там почти все плачут Вообще В этом обряде Ну представьте Хоронить Иисуса Христа Вот вообще Обряд Раз в виду Мы его хороним И все совершается Да как будто бы Ну как вот Отпевание человека Совершается Плюс еще дополнительные Всякие чтения Это такой Это не черное место Это не обряд Сударистов Где-то там На кладбище Нет Это батюшки Делают каждый год Ритуально Наверное Для дьявола Нет большего Как бы сюрприза Чем похоронить Иисуса Христа Нет больше пожеланий На самом деле Бесполезно его хоронить Он воскрес И он Однажды написано Не многожды А не от начала Века многожды Нет Однажды написано И навсегда При обрелом Искуплении Вечное Поэтому бесполезно Его хоронить Закапывать Он таки воскрес И вот значит Ну когда похороны Спасителя совершаются Ну великий пяток Собственно Снятие с креста Значит там И все Церемониально Все это совершается Знаете ли Кое-что мне нравилось Кое-что не нравилось Вот из того Что не нравилось Скажу Там много Вот Противоеврейского Много Как раз евреи Обвинялись Во всех этих грехах Вот вы распяли Вот вы такие Вы племя злодеев Вы такие нечистивцы Через стих Священник 118 Псалом Большущий И припевы А припевы Что не припев То в основном Против Израиля Что не припев То против евреев Знаете ли Ну ладно бы Раз там Высказать Что накипело у тебя Против Израиля Ну раз там Ну два Ну пять Ну десять Ну двадцать Ну знаете ли Честно говоря А я был еще таким Как бы Ну уставщиком То есть я старался Как бы Ну особо не сокращать Вообще Служение Поэтому мне Честно говоря Уже надоедало Ну хватит уже Сколько можно Израиль Нам так вот Пинать футболить Засчет евреев И они такие И всякие Да чтобы им там Не дали покрышки И прочее Зачем Для чего Я думаю Знаете ли И Какой у меня был протест Даже тогда Когда я это совершал Как священник У меня было все равно Какое-то несогласие внутри Знаете ли Думаю Зачем Для чего Ну как бы Ну во-первых Мы как христиане Не имеем права Вообще Народ Негде проклинать Даже врагов Даже те кто Убивает Гонит нас Мы должны благоставлять Их и любить Даже врагов Любить должны Зачем Вот знаете Вот это все Вот так вот И вот Читая Библию Возвращаясь К слову Божьему В 96 Меня осенило Оказывается Во многих вещах В которых я думал Что я служил Богу Я служил дьяволу И одно из этих Вот позорнейших Страниц Моего служения Прежнего Это вы как раз Проклятие В адрес Еврейского народа И Знаете Благоставляющий тебя В Израиле сказано Благостоплен Проклинающий Проклят Это Божье слово И я стал понимать Откуда у нас Столько проклятия На проклятия Мы проклинаем Еврейский народ А Бог Со своей стороны Он свое слово Блюдет Он соблюдает И так я думаю Ага Нам надо Во-первых Прекратить проклятие В адресе Еврейского народа В России К сожалению Почти 100% Все православные приходы Они на славянском языке Совершают служение В текстах Даже в современных текстах Есть проклятие В адресе Еврейского народа И поэтому Обращаясь к протестантам Я просто умоляю Подвязаясь в молитвах Знаете Если вы молитесь О реформации Православной Центре Я думаю Это очень важная тема Молитв наших христианских Независимо от нашей конфессии Вам же лучше будет Знаете Если в лице Православной Центре Вы увидите друга А не врага Если вы увидите Партнера А не завистника Если вы увидите Сработника Сослужителя А не того Кто Просто Нельзя Как собака Та вот носили И сама Неам И другим не дам Знаете И сам не входит И ключи царства Припрятал так Что и ищущий И даже И не найдет еще ничего Господа Это неправильно Когда слепой Видел слепых А когда он Из себя воображает Зрячего Такой слепой Он преступник уже Он не просто инвалид Он преступник Потому что Он изображает Из себя Зрячего Говорит Что он якобы Все видит Но он ничего не видит Потому что Идущие за ним Слепые Они попадают В яму Это великий грех Совершает церковь Если люди Находят хлеба А мы вместо хлеба Им камешек Ложим туда Знаете ли А в человеческих Разных ересей Лжеучения Оккультизма И еще плюс Еще вместо рыбы Змею подсовываем Представьте себе Какой кошмар Откровенный Оккультизм Это неправильно Моя мечта Чтобы в каждом храме Или почти во всех храмах По всей Руси Матушке Чтобы звучало Слово Божье Чтобы священники Указывали на Иисуса Христа Не на его маму Не на его друзей апостолов При всем уважении К их светлой памяти Никто из них Не может спасти Грешников Но есть тот Кто действительно Умер за нас И во скрест Для нашего написано Оправдание Аминь Аминь Благодарю 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 Я буду с тобой Сын мой Так говорит Дух Святой Спасибо Господь Спасибо Царь наш Я не стихотворец Но иногда так Пишу Когда значит Накипит Иногда это бывает Такое Обличение Иногда бывает Вдохновение Иногда бывает Просто так Просто накипело И все И вот Однажды По поводу праздника Покрова Богородицы У меня накипело Действительно И я тогда написал Такое стихотворение На эту тему Там такие слова есть Праздник Божьего покрова Станем брать Отмечать Покровителя иного Кроме Бога Не сыскаться Он один Лишь нас знает Как ложимся И встаем Своим духом Утешает Когда вдруг Мы устаем Всемогущ наш Бог Небесный Он из праха Создал нас Любящий Отец Чудесный Благодатью Нас спас Никакой Святой На свете Нас от смерти Не спасет Обратитесь Божьи дети К пасторю Что всех Пасет Матерь Господа Иисуса Не защитит За себя Нет на свете Слаще Вкуса Чем спасение В Господе Бог покров Сво Простирает Лишь на тех Кто в мире Свят Отступников Карает Грешных Идов Ушат Обратись Душа Родная В дом Отца Скорей Вернись Бог готов Грехи Прощая Отворить Дорогу Ввысь Праздник Божьего Покрова Станем Брать Отмечать Покровитель Иного Кроме Бога Лучше Бога Не сыскать Аминь Слава Богу И Знаете Я В 97 Уже Разговаривая С Левомером Гузером Удивительно Я нашел Единомышленника Единоверца Что касается Израиля Однозначно Единоверца Он сказал Такие слова Это один из самых Уважаемых Украинцев Священнослужителей Старец И он сказал Такие слова Что он сам Еще в советское время Мы приняли решение Будучи священниками Благоставлять Израиля Не отказались От проклятий И тайно Но благоставляли Израиля Молили за Израиль Молили за еврейский народ И когда в начале 90-х Была возможность Переиздать Всю богослужебную литературу На украинском языке уже То он вложил Эти деньги Огромные деньги Многие даже его не поняли Его этого Как бы порыва Для того чтобы Перевести все Представьте Сотни переводчиков Работали Комитет был Специально создан Такой цензурный комитет Просматривали Отцевоселяне Прочитывали все эти тексты И все эти тексты Где В адрес евреев Даже просто лишь Косой взгляд Даже просто лишь Налек На оскорбление Не бывало Это тысячи И тысячи текстов Было все это Изъято Убрано вообще Тем более Где откровенно Проклинались евреи И особенно Предпасхальное служение Это вот Триоде Постной И Страстной Седмицы Это конечно Было Большим благословением Но знаете ли Любомир сказал Очень правильные слова Тогда что Мы отказались От практики Проклятия Общецерковно Но было бы хорошо Если бы общецерковно Мы научились бы Благоставлять еще Потому что Там не написано Что не проклинающий Благоставлен А благоставляющий Благоставлен И еще Важно любить Не только языком Важно не только Молитвы благоставлять Это важно очень Но это не все Важно и делом И словом И делом Благоставлять Не в обиду Будет сказано Римским католикам Но Они много Сделали для Покаяния И есть молитвы Покаяния Допустим В апельсиметизме Того же самого Папа Римского Ивана XXIII Есть молитва Покаяния Извиняюсь Ивана Павла II Покойного Папа Римского Есть молитва Покаяния Есть акты Покаяния Когда Папа Римский Иван Павел II В сослужении С кардиналами И епископами Они становились На колени Они молились Молитвы покаяния И было обращение к энциклике, обращение ко всей полноте католической церкви в мире, призывая к покаянию в антисметизме. Это хорошо. И в Израиле было покаяние. Это хорошо. Это замечательно. Только пример можно поставить. Но, знаете ли что, меня как-то так немного насторожил тот факт, что слова хорошие говорятся, а какие дела. Знаете ли, одна из особенностей еврейского мышления это деньги. Я на это все внимание обращаю. Поэтому создается такой стереотип. Еврей, значит, жадина, гадагина, значит, он сгряга, значит, он под себя гребет, значит, у него деньги всегда водятся, значит, он обирает хапуга, барыга, что-то еще. Вот в народе такие вещи говорят, значит, и стереотип очень такой утрясшийся. Знаете, еще интересно. Дело в том, что для нееврейского сознания, ну, думаю, это тоже всем понятно, или большинству, по крайней мере, деньги вообще считаются недуховной темой. Ну, согласитесь. Обычно, когда образ, ну, языческого святого, это рубаха парень, нестяжатель, который все бросил, пошел, и где-то там на столбе простоял, в пустыне прожил, значит, и вообще все раздал, и у него ничего нет, ни гроша за душой. И он такой, вот, значит, вообще весь такой святой. Это как бы, а еще лучше ее родины, чтобы вообще у него такие были неадекватные поступки еще, плюс, что он явно ненормальный, как бы, вне нормы совершенно. Вот, это чисто такое языческое представление о святости вообще. Вот, чисто такое, ну, совершенно не библейское. Дело в том, что, знаете ли, маленький секрет, что формировало еврея всегда? Столько поколений еврейского народа. Библия. Писание. Писание о деньгах говорит меньше или больше, чем о других многих вещах. Больше. Однозначно, это многих пугает даже. Кстати, многие еще не евреи боятся этой темы еще почему? Потому что обожглись на некоторых, там, допустим, у учителях процветания любой ценой за счет, там, значит, любым образом. Есть такие, к сожалению, учения, вот, но с этим тоже можно разобраться легко. Чаще всего это проблема не в учителях даже, а в самих учениках. Это проблема больше даже в самих народах. Знаете ли, не в учениях даже. В Нью-Йорке, я бываю в гостях у Юры Попова, там, значит, церковь Бейт Шалом община, значит, и там много евреев наших, русских, украинских евреев. И, вы знаете ли, и там собирались пастыри, в основном славянские пастыри, на общение. И, знаете ли, одна из тем общения, ну, там было несколько тем общения, одна из тем общения были как разденьги. И процветание, как таковое. И Юра Попов, он очень мудро сказал, что дело, проблема даже не в учениях, и не в книгах этих, а в самих вот народах, в самих именно учащихся, верующих. Потому что, если, допустим, говоришь, что Бог хочет, чтобы мы процветали, допустим, в собрании чисто американском, вот, классическом чисто американском, в основном белые американцы присутствуют там, что думает на это все обычный, простой среднеамериканец? Чаще всего, он думает, у него по умолчанию такие опции в голове уже, что я должен, значит, хорошо учиться, стараться, значит, должен устраиваться на работу, это будет не такая денежная работа. Я буду, каждый доллар буду откладывать, значит, я буду потом дальше-дальше развивать свой бизнес, буду работать там и еще. И вот я постепенно, летом там все, я уже заработаю свой капитал, и это будет мое процветание, то, что Бог мне дает. Вот, что думает обычно, вот, к примеру, особенно постсоветский человек думал? Сейчас еще более-менее поумнели нам люди все-таки, но что делал, допустим, обычный советский гражданин в начале 90-х? Думал, это халява, это, вот, будет с неба все падать, я буду просто на печи лежать и говорить, что, вот, во имя Иисуса, по моему хотению, пусть будет, значит, все у меня. Значит, и держи карман шире. Значит, и, в общем-то, как бы, знаете ли, вот такая халява. Но, господа, на самом деле проблема еще в самовоспитании. Еврейская традиция много очень времени уделяет деньгам, потому что, на самом деле, деньги-то, это духовная тема. Это не, Библия об этом говорит, очень много. И это неспроста. Раз Бог на это внимание акцентирует, сам Мессия даже говорил, что где ваши деньги, там сокровища ваши, там и сердце ваше. Не там, где ваши молитвы, не там, где ваша вера, не там, где ваши, там может быть какие-то, нет, где ваши деньги лежат. Там ваше сердце. Интересно очень. И, знаете ли, можно много, допустим, молиться о бедном человеке, о бедных людях, о мире во всем мире, о детях Никарагу, о том, я не знаю, чем. Но если ты, вот рядом с тобой человек бедствует и голодает, и ты ему, имея возможность, ты ему не даешь денег, и на хлеб наступишь в него, то все твои молитвы, они не духовные в глазах неба. Знаете ли, они лишены самого основы денег. Поэтому не учите меня жить, лучше помогите материально. Это более духовно. Знаете ли, и деяния, и деньги говорят громче всяких молитв, многих заявлений. Не в обиду будет католикам сказано, но когда при политикате Ивана Павла II звучали, ну, с добрых десяток раз молитвы покаяния с разных высоких трибун, Ватикан, фактически, эти десятилетия не выделил ни одного доллара для, ну, не инвестировал ни одного доллара в экономию в Израиле, фактически. Миллионы долларов ежегодно шли, знаете куда, на кормление как бы палестинских детей. Хотя нам дорого было, ясно, простите, но, что, куда шли эти деньги? То есть, откровенно, террористов. Лишь последние, да, последние годы, конечно, да, были небольшие совершенно такие проекты, такие ватиканские, и некоторые деньги, они пошли в экономику Израиля, чтобы и помогли. Но это были капли, по сравнению с морем, денег, которые ежегодно вливались в, значит, террористические эти структуры всевозможные. Знаете ли, деньги говорят громче, чем молитвы. Слава Богу, за то, что все-таки покаяние звучало, но важно, чтобы и сами дела соответствовали покаянию. Словам, хорошим словам покаяния. И сегодня, для православной церкви, важно не просто прекратить, во-первых, да, первый шаг, прекратить проклинать Израиль, прекратить проклинать еврейский народ, прекратить обвинять еврейский народ. Лучше посмотреть на себя самого, знаете ли, и на свои грехи, тогда до чужих не доберешься, как мудрец. Значит, и, а второе, начать благоставлять и словами, и делами. И тогда Бог очень сильно нас благоставит. Не раньше. Тогда он нас очень сильно благоставит. Я верю, что, значит, наши народы переживут большое благоставление. Именно в этот момент. Но о истории. Сейчас сделаем, давайте, небольшой перерыв, чуть-чуть, буквально минут 10, да? Чай, кофе, там, кто там сок пьет. И продолжим. Вопросы, если у вас есть, пишите записки и передавайте вперед. Я буду стараться во второй части понемногу отвечать на вопросы. Да. Хорошо.